Футбольный клуб Сочи 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 Знаете, как в той сказке, что в полночь все превратится в тыкву. То есть сразу мы доигрываем, и футболисты разлетаются по разным городам. Кто-то едет отдыхать за рубеж. И, в общем-то, до Нового года, Новый год мы отмечаем в спокойном режиме. Никаких тренировок, ничего нет. Понятно, что какие-то новости, интервью будут выходить. Потом мы собираемся уже после праздников, где-то после 10 января. Первый сбор здесь, как обычно. Медицинское обследование футболисты проходят. Начинается подготовка. Ну и потом, как правило, у нас месячный сбор в Турции. После чего мы возвращаемся за неделю до первой официальной игры. Ну и потом все по новой. Да, начинаются уже игры, собственно. Официальный матч. Наверное, самая интересная часть чемпионата. Потому что сейчас в таблицу посмотрите, там ничего не понятно. Все может измениться. Останется 12 туров, если не ошибаюсь, во втором круге, правильно? То есть матч со Спартаком это будет 18-й. Да, да. И интересно, знаете, что матч со Спартаком, возможно, ну как говорят СМИ опять, журналисты, что это будет последний матч для главного тренера Спартака. Наверное, для него тоже принципиальная будет игра. Ну и, по-моему, последний матч в этом круге, да? Да. Последний матч в этом году вообще футбольный в России. Поскольку Спартак играет в Еврокубках, вот в четверг они играют в Лиге Европы. И поэтому их матч вынесли на понедельник. Соответственно, мы будем заканчивать и тур, и год. То есть такой праздник футбольный, можно сказать. Ну а на стадионе что ожидает? Готовите какие-то активности для болельщиков, может быть? Да, на стадионе тут такой благотворительный проект, благотворительная инициатива. Это «Забери друга из приюта» называется. Значит, все приюты сочинские. Вы знаете, что в Сочи есть такая проблема, как бездомные животные. Вот есть приюты, которые бездомных собак содержат, помогают им. Естественно, это непросто, потому что это большое количество животных. И вот футбольный клуб в Сочи совместно с этой инициативой решили помочь. У нас в пятницу собачки приедут на базу. Такое небольшое занятие проведут с футболистами. Пофотографируемся, будет ролик на эту тему. Для чего это нужно? Мы разместим информацию в социальных сетях об этом позже. И все желающие, кому какая-то собачка понравится, может быть, фанат какого-то конкретного футболиста увидит футболиста с собакой и захочет помочь, захочет взять эту собаку к себе для такой лучшей жизни, скажем. И еще в день матча будет, вот вы спросили про день матча, будет акция, все болельщики смогут принести корм собачий в любом количестве, в котором комфортно, и получить подарки от футбольного клуба. Мы об этом еще в наших социальных сетях обязательно расскажем. А корм, собственно, пойдет тому, кому нужен. Корм пойдет в приют. Скажите, пожалуйста, какие задачи ставили перед клубом, перед сезоном, перед коллективом команды, и изменились ли они с учетом успешного выступления? Вы знаете, у нас тренерский штаб очень любит говорить, что мы играем в каждом матче на победу. Наверное, это правда. Я думаю, что хотелось бы, конечно, попасть в групповой этап Еврокубков. Как вы знаете, мы дебютировали в этом сезоне, но, к сожалению, во втором раунде оступились, в серии пенальти нам не повезло. Наверное, это такое главное разочарование, если говорить про отрицательные результаты. А в целом была задача такая, она не формулировалась официально, но мы обсуждали, что попасть в пятерку, то есть финишировать не ниже того места, в котором мы финишировали в предыдущем сезоне. Ну а пятерка – это автоматом Еврокубки, правильно? Ну, сейчас четверка, но если Кубок России выиграет какая-то команда из первых четырех, тогда да, тогда пятерка дает нам. Теоретические шансы появляются. Да, да. Ну, мы еще в Кубке, кстати, не стартовали. Это вот опять же будет весной. Игра в ЦСКА будет интересна. Надеюсь, что болельщиков пустят, и все будет хорошо у нас к этому времени. Да, сейчас скажите, пожалуйста, какое количество с учетом ковид-ограничений? Сейчас идет обсуждение о том, чтобы допустить 70%. Я знаю, что вот переговоры в стадии, то есть, возможно, даже на «Спартак» это будет. Но пока вот я вам точно совершенно не могу сказать, но 30% совершенно точно смогут попасть. И я, конечно, всех приглашаю на стадион, потому что матч со «Спартаком» – это всегда какое-то шоу. Мы, кстати, в двух матчах, у нас две победы против «Спартака». И всегда море эмоций. Очень много фанатов из Москвы, и они это шоу помогают, поддерживают на должном уровне. Ну да, там большая армия болельщиков тоже. Да, они создают атмосферу. Может быть, вы слышали, они всем стадионом поют на определенной какой-то минуте. Сейчас вот не вспомню песню Муслима Магомаева про Москву, и это прям до мурашек, это потрясающе просто. Ну да, я думаю, в Сочи будет атмосфера хорошая, тем более в преддверии Нового года и завершения сезона. Давайте немножко о команде. Как вы оцениваете ее состав? Вы уже говорили, что есть сильные легионеры. Остался тот же тренерский штаб. То есть вроде как все стоит на стабильных рельсах. Но нужно ли усиление? Да, усиление оно никогда не помешает. У нас, как я сказал, перед началом сезона какие-то точечные усиления были. Но я думаю, что сейчас, конечно, сложно говорить, всего один матч остался. Но я думаю, что дай бог мы его выиграем, и все удачно сложится. Конечно, стоит ждать усилений. Наверное, как перед началом сезона мы говорили, в каждой линии по одному игроку нам бы не помешало. Линия атаки вроде бы выглядит укомплектованная, и у нас там регулярно футболисты забивают. Но ротация, она никогда не помешает, потому что, знаете, и травмы бывают, и карточки. Вот сейчас у нас два футболиста на желтых карточках. Если они получат, соответственно, вот Кристиан Набо, он будет вынужден в следующий матч пропустить. Получит вторую желтую, да? А это большая потеря, да. Понимаю. А скажите, пожалуйста, усиления, они упираются в бюджетные возможности. Может быть, потолок зарплат. Вы сказали, что вот могут ваших легионеров, которые очень хорошо забивают, да, и увезти, перекупить в трансферное окно. Вот как строится эта работа менеджером? Ну, здесь оно все взаимосвязано. То есть, если какой-то футболист уходит за солидные деньги, соответственно, у клуба появляются деньги, чтобы купить другого футболиста. А так, есть еще такая тонкость, что когда заканчивается у футболиста контракт, другой клуб может его приобрести совершенно бесплатно. То есть, не нужно платить другому клубу, ты просто подписываешь с футболистом контракт, и тебе нужно платить ему зарплату. И, в общем-то, искусство работы футбольных селекционеров и спортивных директоров, оно в этом и заключается, чтобы найти качественных, хороших футболистов, у которых заканчивается контракт. И не перепокупать их, собственно, у конкурентов или других. Да, да, то есть ты его подписываешь, фактически это бесплатно для клуба, и если он у тебя уже себя проявит, то, собственно, на этом можно и заработать. Ну, в общем, насколько мне известно, Матео Кассера именно так и попал, хотя, конечно, я могу ошибаться. Но тут, наверное, надо уточнить, если я правильно понимаю, речь идет только о межсезонье. То есть, в сезон, там, в трансферное окно зимнее, допустим, этот перерыв, это невозможно, правильно? Скажите, а вот как-то молодежная команда подпитывает структуру клуба снизу, да? Есть ли перспективные ребята, которые могут попасть в первую команду с профессионалом? Да, опять же, основная идея молодежной команды в том, чтобы помогать основе. И в связи с этим у нас два футболиста, Данил Павлов и Максим Калмаков. Это ребята, которые уже несколько лет в молодежной команде находятся, и, в общем-то, они на подступах к основе. Понятно, что, ну, давайте честно скажем, разница между молодежным футболом и Российской премьер-лигой, самой сильной лигой России, достаточно большая, и футболистам вот этот уровень перешагнуть, сразу заскочить в премьер-лигу достаточно сложно. Поэтому многие ребята, которые у нас в молодежке, себя хорошо проявляют, они подписывают контракты с клубом, поскольку в основном это полупрофессионалы, кто играет в молодежке. И чтобы уровень они свой могли поднять, они отправляются в аренду в команды низших лиг, ну, скажем, более низших, чем премьер-лига, в ПФЛ, в ФНЛ. Вот Сергей Самок вратарь у нас в Хабаровске играет, Анатолий Немченко в Долгопрудном играет, Вадим Милютин играл сейчас в чемпионате Беларуси, там сезон закончился, и он вернулся сейчас с командой, с нашей снова тренируется. Ну, то есть они набираются опыта, возвращаются, потом тренерский штаб смотрит, готовы ли они играть уже в основе. Скажите, пожалуйста, какой самый памятный матч был в этой части чемпионата? Может быть, какие-то особенные игры были? Давайте здесь, может быть, разграничим в этой части чемпионата или в этом году, потому что концовка предыдущего сезона-то была очень много памятников. Ну, конечно, да. Давайте сосредоточимся на календарном годе все-таки, а не только на этой части чемпионата, потому что, ну, я думаю, разделять тут, наверное, не стоит, надо выделять самые-самые-самые крутые матчи. Ну, наверное, из прошлого части чемпионата, заключительной, я думаю, несколько матчей можно выделить, потому что в концовке мы боролись за Еврокубки и одержали три победы подряд, обыграли Уфу на выезде, была ничья 2-2, на 90-й минуте поставили пенальти, там уже никто не верил, и мы этот пенальти реализовали, это были незабываемые эмоции. Потом был Краснодар, тоже очень напряженная борьба, до последних минут, тоже там удаления были, в итоге мы выиграли. Ну, и самая памятная из той части, это, наверное, дома с ротором, потому что уже шла третья добавленная минута, был ничейный счет, и вот именно на третьей добавленной Артур Юсупов забил решающий гол, который фактически нас в Еврокубке и вывел. И тогда, конечно, были незабываемые эмоции. Ну, из этой части, наверное, потому что чемпионат еще идет, сложно выделить какой-то такой эмоциональный матч. Все впереди, да, еще? Да, но Лига конференций, безусловно, Партизан, Белград, то есть мы играли тогда без зрителей, у нас там 500 человек было разрешено, и вот мы приезжаем в Сербию, там практически полный стадион, поет, все орут, это было... Ну, и на Балканах, как бы, любители футбола, они очень активно поддерживают, создают атмосферу, так ли это там? Да, действительно. Хочется понять для клуба, да, для его роста, для игроков, ну, что это за опыт, все-таки в Еврокубках не каждый играешь, тем более дебютируешь. Ну, когда подъезжали к стадиону, я вот не забуду, вот это такие ручейки фанатов, которые стекались к стадиону, там было очень шумно, и когда команда вышла на разминку, свист трибун был, и я не могу представить, что бы было, если бы мы по пенальти выиграли, потому что это, вот, как говорят, котел, может, банально, но это правда, действительно, там все кипело, бурлило эмоции, это было интересно. Расскажите, пожалуйста, зачем ездить в Турцию на сборы, если в Сочи климат не слишком отличается? Я понимаю, другие клубы выезжают за рубеж, да, где тепло, где можно подготовиться на открытом воздухе, да, подготовить свой организм к второй части чемпионата, турниру в межсезонье. Но зачем это делать в Сочи? Да, это очень часто вопрос, который мы слышим. Я здесь, в принципе, по пунктам могу объяснить. Первый пункт – это соперники, потому что в Турции проходят сборы команды с Балкан, какие-то другие российские команды, ну, в общем-то, команды того уровня, с которыми мы можем соревноваться. То есть мы можем проводить с ними товарищеские матчи, это очень важно, потому что, ну, все тренеры говорят, что одни тренировки, этого недостаточно. Всегда нужно иметь игровую практику, и, в общем-то, на сборах это то время, когда у нас вот и те молодые игроки, и футболисты, которые мало игрового времени получают, они имеют шанс проявить себя и как-то заявить о себе, попасть в основной состав. Поэтому игры очень важны, и это вот первая причина. Второй момент, что здесь, в Сочи, могут проводить сборы команды из других городов, поскольку они изолированы от своих семей, то есть они полностью сосредоточены на конкретной работе. На футбольном тренировочном процессе, да, на подготовке. Что касается наших игроков, семьи их здесь, приезжают друзья постоянно, как ни крутись, все равно это отвлекает. Но, знаете, интересно, что летом мы сборы здесь провели все-таки. То есть короткий был сбор, две недели, но, в общем-то, вроде все нормально произошло. То есть практика показывает, что, наверное, это возможно, но все-таки, если мы говорим про зимнюю паузу, там уже больше отрезок, там целый месяц, и погода в Сочи все-таки похуже, чем в Турции, потому что в Турции, ну, наверное, как в Сочи осенью. То есть там такие дожди редко бывают, проливные, там, как в Сочи. Ну и спарринг-партнеры, да, соперники, с которыми можно, что называется, отшлифовать в своем мастерстве. Да, там есть тоже участники Еврокубков. Я помню, два года назад мы даже с корейской командой играли. То есть, ну, чтобы она в Сочи приехала, сейчас, наверное, невозможно такое. Расскажите про календарь грядущий, да, после Спартака, после паузы. Какие можно выделить матчи, потому что действительно заглядываешь в турнирную таблицу, непонятно, да, можно и скатиться, и оступиться где-то, не набрать очки, а можно и наоборот, да, подняться выше. Ну, вы знаете, сейчас многие журналисты отмечают, что футбольный клуб Сочи очень хорошо научился играть с командами из нижней части таблицы. Если я не ошибаюсь, у нас там семь побед в восьми матчах. И, в общем-то, за счет этого мы так высоко и находимся. Но вот что-то сейчас не ладится с командами из верхней части, хотя в прошлом году, наоборот, у нас все было хорошо. И вот если смотреть на оставшиеся игры, у нас дома Тула будет, это первый матч. Непонятно тоже, в каком состоянии будет Тула после зимних сборов. Потом кубковый матч ЦСКА, дома будет тоже на стадионе Фишт. И потом выездные встречи пойдут. Сначала Ростов, Химки. Ну и далее по календарю. Там, интересно, конечно, будет концовка. Вообще непредсказуема, потому что у нас будет выезд к ЦСКА, выезд к Рубину. И последний тур – это выезд к московскому «Динамо». Не слабо, не слабо. Да, это все будет очень непросто. Я думаю, очень эмоционально точно. Если все будет складываться, как в предыдущем сезоне, то определенно до последнего туры интрига будет у нас. Ваше пожелание болельщикам? Вы сказали, что может быть на матч со «Спартаком», который состоится уже 13-го числа, да, будет допущено 70% зрителей. Это очень много. Что вы можете в нашем эфире пожелать болельщикам, которые любят Сочи и хотят посетить этот матч? Я пожелаю, наверное, чтобы нашли эмоции, нашли силы, потому что это будет понедельник все-таки, добраться до стадиона. Я уверяю, что будет действительно большой праздник. Я вот сказал про акции в помощь бездомным животным. Но помимо этого у нас будет первый тренер Сергея Терехова, нашего защитника, игрока национальной сборной России. У нас будет вообще великолепный матч. Не будем забывать, что Сочи не может выиграть три матча. У «Спартака», возможно, заключительный матч тренера Руя Витории. То есть здесь очень много интриг. Плюс мы «Спартак» на выезде обыграли. Зрелище гарантировано. Ну а я, наверное, призываю болеть, поддерживать нашу команду, потому что сейчас эта поддержка как никогда нужна. И очень хочется закончить год на позитивной ноте. Ну и болельщиков тоже порадовать, чтобы уже спокойно готовились к праздникам, к Новому году. Ну и пользуясь случаем, хотелось бы поздравить уже с наступающим Новым годом всех. Спасибо вам, Александр, за эту беседу. Я напоминаю, что в гостях программы «Подробно» был Александр Груднев. Это пресс-старши футбольного клуба «Сочи». Мы говорили о действующем турнирном положении команды и будущих победах. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok